Сегодня я расскажу пару слов про десятую страницу трактата Кедушины. Здесь опять у меня нет никаких интересных новых идей. Основной вопрос на большей части страницы относится к тому, что же происходит, если сделать Кедушей Бия. Я уже говорил, что Тора в принципе такое разрешила. Более того, это единственный Кедушин, который открыто упомянут в Торе. В тексте Торы говорится, когда человек возьмет жену себе, возьмет себе женщину и женится и Баала, с ней будет иметь отношение. Может быть потому, что в древние времена люди гораздо мягче к этому относились, это не было. Сегодня так вообще не разговаривают, это зазорно выглядит, говорить так. Человек женился и переспал со своей невестой. Это как-то звучит неправильно. Хотя же в нашем поколении люди ко всему привыкли, но во всяком случае до недавнего времени люди таких вещей стеснялись и открыто об этом не говорили. Но кажется, в древние времена все были настолько более, так сказать, близки к тому, чтобы на все смотреть как на исполнение воли Всевышнего. В конце концов, зачем вообще люди женятся? Ну разные люди по-разному ответят на этот вопрос, но для религиозных евреев основная цель это, чтобы они вместе смогли делать волю Всевышнего. И производить в том числе новых людей в этот мир, приводить новые души в этот мир. Как Гемора сказала в другом месте, весь мир создан ради приорвия. В каком-то смысле одна из основных целей творения, чтобы люди водились и размножались, так сказать. Поэтому, когда люди на это смотрели более духовно, что женить бы это в первую очередь возможность исполнить волю Творца и иметь еврейскую семью и построить еврейский дом и иметь потом детей, которые будут идти по стопам родителей. То тогда, наверное, и отношения на них смотрели, но по-другому просто детей не произвести. Натурально, во всяком случае, сейчас есть там какие-то искусственные способы. Во всяком случае, тогда слово биила, наверное, для них не значило так уж негативно, но это все было в библейские времена. Уже во время Хазаль так не было, поэтому они запретили такой вид кедушина, как мы еще увидим. Да, что они плетьи давали человеку, который с помощью биилы делает кедуши. Но вот когда-то, видимо, в древние времена это не считалось позорным, и Тора нормально это описывает. Так вот, вопрос, который здесь ставит Гемора, и который подробно обсуждается, весь этот пилпул, подожди к тому, что же происходит после биилы. Она становится Микудешет только, или это полностью уже его жена? Казахстан, он уже даже с ней переспал. Если кедушин сделал с помощью биилы, она аруса, или она полностью считается замужем? Да, как если было бы после хупы. Вопрос дословно сказан так. И байлигу биила, биа, биа, да, отношения. Кстати, вот само слово биа, оно как раз менее негативное. Оно значит основа подошел, как бы подошел к жене. Биа значит подходить. Да, ба. Ну вот, ба-алеа обычно имеется в виду отношения. С ней имел, к ней подошел, так сказать, с ней это эвфемизм, можно сказать. Да, ба-алеа. Так вот, биа, да, отношения. Они делают ли не суин, то есть полностью уже нитьбу, или только делают ирусин. Да, это только обручение. Что даже после отношения она все равно только обрученная. У нас халаха в результате, что это делает только обручение. Раз это один из видов кедушина, то это именно кедушина, а не хупа. То есть фактически она обрученная становится после этих отношений. Но, как я сказал, сегодня все равно так никто не делает, и это запрещено делать кедушин через биа. Но, в принципе, она становится только обрученной. Но вот Гемора не сразу в этом уверена и пытается это доказать. И весь длинный здесь пил был насчет этого. Разные доказательства в ту или в другую сторону. И заодно не касается темы, которая уже была упомянута раньше, насчет того, что Аруса, в принципе, из Торы может уже, если она выходит замуж за Коэна, уже из Торы после Эйрусин, после кедушина, она может есть труму. То есть женщина, которая не дочка Коэна, хотя она все еще в доме отца, но раз она обручена с Коэном, уже как будто его жена и может есть труму, как семья Коэна. Но это все из Торы, а раввины это запретили. Вот заодно эту тему опять поднимает Талмуд. И я в нее тоже не хочу вдаваться. Во-первых, мы уже когда-то это обсуждали немножко. А во-вторых, в любом случае, сегодня у нас Коэна и труму не едят, мы все нечисты ритуально, и поэтому практического значения в этом тоже для нас нет. Да и все равно, в любом случае, раввины это запретили и есть после Эйрусин. Да и у нас в любом случае еще одна причина, почему это вообще к нам не относится, что у нас не бывает Эйрусин без Хупы. Вся эта теория, что женщина обручена, но все еще живет в доме отца, такое у нас не бывает. У нас Хупу, как я уже говорил, делают вместе с Кедушином одновременно. То есть под Хупой он делает Кедушин, а потом сразу же делает Шевабрахот и срабатывает Хупа. Шевабрахот фактически это знак, что теперь она... Ну, сама Хупа, как я уже говорил, это символически, он ее вводит в свой дом. Некоторые говорят, что Йихуд требуется, поэтому Шкинадзим сразу после обычной Хупы делает еще одну Хупу, которая вот Йихуд, когда он заходит с ней в комнату определенную, они там уединяются на определенное время. С Сифальмом еще надо делать позже, в конце свадьбы. Ну, как бы там ни было, у нас получается, что Хупа почти сразу после Кедушина, поэтому все равно все это... Даже если бы в наше время могли есть Труму, все равно для нас значения во всем этом не было никакого. И я хотел еще напоследок упомянуть, что у меня есть уроки, в основном по неделю главным Торы, а также приготовляя... Готовимся когда к праздникам, вот скоро начнутся уроки по Рошашане, еще разные уроки на разные темы, которые я делаю устно по Skype. Поэтому если кто-то хочет подсоединиться к нашей группе, пожалуйста, пишите мне. Это мы делаем по утрам европейского времени и израильского времени. То есть, по израильского времени это будет обычно без пятнадцати девять утра. Примерно полчаса эти уроки делятся. И можно задавать вопросы там тоже. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.